Здравствуйте, в эфире рубрика интервью. Я Марина Конодакова и сегодня поговорим о работе судов в условиях пандемии. И у нас в студии судья Верховного Суда Хакасии Ольга Гейнс. Здравствуйте, Ольга Викторовна. Здравствуйте. Конечно, пандемия это для всех совершенно новое обстоятельство было. Вот как суды республики приспособились к работе в условиях режима ограничений? Впервые в новейшей истории были введены специфические ограничительные меры в деятельности судов, в результате которых действительно пришлось буквально приспосабливаться к работе в текущих условиях. Если кратко, в чем они заключались? Во-первых, всем судам Российской Федерации было рекомендовано приостановить личный прием граждан, принимать документы только по почте, либо с использованием средств электронной связи, ограничить посещение зданий и помещений судов гражданами и, наконец, при наличии технической возможности принимать все возможные меры по рассмотрению дел и материалов с применением систем видеоконференц-связи. Причем рассмотрению подлежали в первую очередь только неотложные дела и материалы. И характер этого материала, является ли то или иное дело неотложным, первое время должен был определять только сам судья. Безусловно, это вызвало большую сложность, поскольку это абсолютные новые условия, в которых судебная система еще не работала. Как эта работа происходила? Прежде всего, к неотложным суды относили материалы, которые прямо затрагивали конституционные права и свободы граждан. Это, в частности, об избрании, продлении, изменении либо отмене мер пресечения по уголовным делам в виде заключения под стражу, домашнего ареста, запрета определенных действий. К числу таковых относились также некоторые жалобы на действия органов предварительного расследования. Например, в практике был случай в первом полугодии прошлого года о том, что Баградский районный суд Республики Хакаси удовлетворил жалобу адвоката на действия следователя, который отказался перенести следственные действия ввиду нахождения на самоизоляции. Хочу сказать, что спорным и неоднозначным для суда оказался вопрос обеспечения дистанционного участия. Действующее процессуальное законодательство не всегда дает возможность рассмотреть какое-либо дело, либо материал, особенно при производстве в суде первой инстанции посредством использования видеоконференц-связи. В ряде случаев необходимо личное присутствие гражданина в зале судебного заседания. Практика только начинает формироваться, несмотря на то, что прошел уже год. Но впереди, очевидно, еще много новых вопросов, которые предстоит разрешить. И как они будут решаться, покажет время. Я вот не очень поняла, все-таки пострадавшая сторона, вот какое-то уголовное дело, есть пострадавшая сторона, она может присутствовать на заседании суда? Вы их пускаете в залы? Безусловно, стороны по делу присутствуют в зале судебного заседания. А родственники пострадавших могут быть? Родственники пострадавших тоже присутствуют. Дело в том, что сейчас этот вопрос индивидуально решается в каждом случае. Вот есть уже несколько таких, можно сказать, прецедентов, когда по объемным многотомным делам с большим количеством участников суд просто не мог выйти в судебное заседание. Судебное заседание откладывалось, в том числе по ходатайствам участников процесса, если невозможно, обеспечить их присутствие в режиме социального дистанцирования. Но с 12 мая 2020 года ограничительные меры, о которых я сказала, официально были отменены. Поэтому эти вопросы суды продолжают решать в индивидуальном порядке. Хочу сказать, что эти вопросы, они для нас тоже новые, тоже сложные и, безусловно, требуют компромисса. Еще один из новых вопросов правоприменительной практики в целом по стране – это соблюдение санитарного режима, который был введен год назад. И, конечно, судам предстояло решить важную задачу – это определять наказание для тех, кто нарушает санитарные правила. Это наш КОАП. Сколько таких дел было рассмотрено в Хакасе? Много их было или нет? Да, действительно, дела такой категории появились в Республике Хакасе. Они появились по всей Российской Федерации. Это связано с введением новых составов административных правонарушений в Кодексе об административных правонарушениях. И, согласно представленным данным статистики, по части 2 статьи 6, значком 3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации с 1 апреля 2020 года подвергнута административному наказанию в виде предупреждения и штрафа всего 479 лиц. А по статье 20, значком 6, значком 1, части 1 Кодекса об административных правонарушениях всего 2544 лица. Да, я хотела пояснить для наших телезрителей, что вот эти статьи, о которых говорит Ольга Викторовна, это как раз касается нарушений, когда люди не соблюдали режим самоизоляции, вернувшись откуда-то там из поездки, или если им Роспотребнадзор это предписывал, это нарушение режима ношения масок. Вот об этом идет речь у нас. Да. А вот сами суды, когда рассматривали такие дела, рассматривали протоколы полиции, которые им поступали, чем они руководствовались? Все-таки старались как можно применить как можно более суровое наказание, или все-таки как бы еще было такое снисхождение к этим нарушителям? Здесь тоже возникало очень много практических вопросов, сложностей. Например, вот я знаю, что есть пример в практике уже нашего суда, Верховного суда Республики Хакасия, когда суд проверял уже по жалобам стороны участника, несогласного с административным наказанием, и установил такие нарушения в действиях сотрудников полиции, которые выразились в том, что при составлении протокола не были должным образом, сотрудники полиции не проверили личность лица и составили протокол в отношении другого гражданина. Вот этого гражданина от ответственности освободили. То есть к ответственности был привлечен совершенно непричастный к этому человеку? Получается, да. Надлежащим образом не были проверены паспортные и анкетные данные. И тогда, я помню, той весной было очень много вопросов, когда люди в принципе не понимали, за что они нарушили, почему вдруг полиция имеет к ним какие-то вопросы, и потом их вызывает суд. Вообще здесь не только недоумение вызывало сложившаяся ситуация у граждан, недоумение в принципе вызывало сложившаяся ситуация у всех юристов. И на сегодняшний день есть уже небольшие ориентиры у судебной практики. Это разъяснения Верховного суда Российской Федерации, которые выпущены уже в трех обзорах. Они так и называются. Именно обзоры по применению отдельных вопросов судебной практики в связи с принятием в Российской Федерации мер, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции. И в них освещены вопросы применения вообще всех положений отраслевого законодательства. То есть не только Кодекса об административных правонарушениях, но и Гражданского процессуального кодекса, Гражданского кодекса, а также Уголовного и Уголовно-процессуальных кодексов Российской Федерации. Эти документы опубликованы официально, имеются в интернете и в открытых источниках. Можно с ними ознакомиться для того, чтобы получить представление о каких-то ориентирах судебной практики. Вы уже упоминали о недоработках органов правопоятка, которые выявляют этих нарушителей, по их материалам потом идет разбирательство. Скажите, пожалуйста, сейчас, когда уже прошло столько времени, когда у нас действует такой режим, уже эта схема отработана, уже меньше ошибок в составлении протоколов. Судьям теперь легче как-то разбираться в деле и выносить свое решение? Легче ли судьям? Сложно сказать. Безусловно, какой-то опыт уже есть. Когда есть опыт, то, наверное, можно сказать, что чуть легче становится делать что-то во второй и последующие разы, чем в первый. Но какие-то выводы прогностического характера сделать сейчас сложно, поскольку, как я уже сказала, практика формируется. Она будет формироваться и далее на протяжении нескольких лет. Мы, естественно, будем ее обобщать. Точно так же, как мы обобщаем практику по всем остальным категориям дел, рассматриваемых Верховным судом Республики Хакасия. И результаты обязательно опубликуем на официальном сайте. Спасибо вам за эти подробные ответы. Всего доброго. Большое спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова